Всем привет, меня зовут Константин и я инвестирую на фондовом рынке. Брокер у меня Т-Инвестиции, он же Тиньков. Портфель мой снизился вместе с коррекцией. Если мы посмотрим, в пике у меня, по-моему, было около 3,5, сейчас 2,8. Ну вот, за все время около нулевая динамика по доходности. Снизился портфель из-за Global Trans. Я уже показывал в предыдущем видео, что заменил акции Global Trans на InArctica. Вот, InArctica. Поэтому еще тогда не было новости о том, что Global Trans хочет провести делистинг с лондонской и московской биржей, вот СПБ биржи, и переместиться в Астану, то есть в Казахстан, по пути полиметалла пойти. Правда, у Global Trans основной бизнес, ну весь бизнес в России, а Polymetal сделал разделение, продал российскую часть и остался в Казахстане со своей частью. Ну вот, будут выкупать по цене 520 рублей за одну ГДР. Ну, конечно, денежная подушка у Global Trans вообще существенная, почти равна капитализации. Ну и там мажоритарный акционер в Казахстане, поэтому не мудрено, что они по такому пошли. Еще раз убеждаешься, что в России не работает принцип купи-держи акцию. Если где-нибудь в Америке это хорошо показывает себя, это рекомендация. Но вот, в России купи-держи не особо работают. Ну, взять тот же, например, Норильский Никель, да, сейчас найду его. Так вот, цена в пике достигала 27,5 тысяч рублей тогда до сплита. Все хотели купить по 20, вот, пожалуйста, цена была 20 тысяч, потом по 15, сейчас уже по 10 тысяч рублей продают. Ну, провели сплит, поэтому 100 рублей одна акция. Ну, как бы купи-держи такое. Сигежа, например, тоже, да. Как бы, я помню, покупал даже по 7,5 где-то вот здесь, так же и продал. Ну, некомфортно было, видно, что компания не особо зарабатывает перспективно. Ну, вот, как бы, у меня был и Polymetal, Kiwi было в минус. Ну, вот, у меня даже Nvidia немножко осталось на предыдущей миссии. Тоже самая большая позиция, которая показывает минус. Фонды FINEX заморозили. Давайте в портфель перейду. Ну, что касается брокерского счета, здесь заморозили и иностранные акции. Ну, бывает, дивиденды приходят. И фонды FINEX. Но их, благо, разморозили. У меня они были на предыдущей миссии. Но я здесь опять начал их покупать на вне биржи, как некая такая авантюра с моей стороны. Ну, разморозят, нет, не знаю. Но здесь все-таки некая защита от девальвации. Они номинированы в долларах. Ну, посмотрим. Понемножку бывает. Подбираю. Все-таки здесь дисконт в 6-7 раз. Достигает. Если будет какая-нибудь разморозка, что-то там перемирие, то неплохо взлетит. То есть, условно купил там на 100 тысяч, разморозят на 600. Ну, плюс 500. Как бы, будет здорово. Ну, не учитывает их, конечно, в доходности по портфелю. Предыдущие диски. Здесь вот фонды понемногу размораживаются. Вот я про видео говорил, что большой минус. Здесь потихоньку размораживают фонды. Тиньковские тоже чуть. Там денег закинули. Тиньковские. Так что, если считать по ИСу, получал я вычет. Это за 2021, 2022, 2023 года. Ну, плюс 150. Там на 400 пополняешь. На 52 тысячи получаешь. Ну, я уже закрыл предыдущий ИС. Точнее, не закрыл, а перевел бумаги на обычный брокерский. Вот перемивал его, открыл новый ИС. Благо, повезло. Открыл предыдущий, в 2023 году. И можно дивиденды выводить на карту, что тоже неплохо. И к какому выводу я пришел? Я уже говорил, что лучше пополнять на ИС. Покупать обычные компании. Там, Лукойл, Роснефть, Сбербанк. Ну, остальные тоже дело вкуса. Какой-нибудь Металлурга выбрать. ММК, НЛМК, Северсталь. Там, нефтяниками разбавлять. Татнеев, Газпромнефть, Согутнефтегаспорев. Банки, может быть, Тиньков. Совкомбанки и так далее. Ну, что-то рассматривать для себя. Уже отдельно. Там, Венарктика, Черкизова, РусАгро. Ну, РусАгро еще пока депозитарка. Поэтому не стоит лезть. Ну, тут уже такие ответвления. Там, Мать и Дитя кому-то нравится. Ну, Банк Санкт-Петербург. Ну, это уже дело вкуса. В фондах тоже разочаровался. Здесь вот фонды у меня еще заявка подана. До 12 октября еще один месяц остался. Поэтому фондами Тиньков тоже там руководит своими. То комиссию поднимает, то еще что-то. Поэтому фонды тоже не особо перспективные. Поэтому портфель должен быть такой консервативный. Если брать ИИС, получать вычет и обычные акции. Сбербанк, Роснефть, Лукоил, например. Что-нибудь такое, как автомат Калашникова. Поэтому как-то так. Что касается российского рынка акций, то пока он на отметке 2700. Недавно было заседание Центрального банка в пятницу 13-го. Ну, вот ключевую ставку подняли на 1%. С понедельника будет 16-19% годовых. Ну, рынок немножко вырос. Поэтому он воспрял духом. Многие компании прибавили в цене. Вот здесь вот на СВО падение было 60%. На мобилизации почти 30%. Еще было вот две коррекции, я отметил. По 10% примерно. Это сентябрь 23-го и декабрь 23-го. Ну, и вот сейчас коррекция 30% с отметки 3500. Все это началось на фоне Газпрома. Чтобы у Газпрома отчет был плохой. И опять начали падать на Газпромовском отчете. Худшая прибыль за четверть века. СМИ разнесли все это. Ну, и вот на повышение ключевой ставки нерезиденты, возможно, продавали и так далее. Продавили на 2500. Сейчас немножко отпрыгнули на 200 пунктов. Ну, и небольшую пользу хотел показать. Вот, например, как рассчитывать справедливую стоимость акции. Если взять ставка ЦБ сейчас 19% 16-го сентября. УФЗшки трехлетние дают 18% годовых. Ну, здесь можно плясать и брать другие УФЗшки. Тогда акции будут более-менее недооценены. То есть, получается, у ФЗшки три года 18%. 18% вот эти умножаем на 1,5. 1,5 это премия за риск в акциях. Получаем, что примерно акции должны давать 27% годовых. Вот, допустим, возьмем Лукойл. Цена акции сейчас 6600. Ну, вот, Лукойл. Цена акции 6600. С Бертом 260 примерно. И ММК я взял. Вот. Ну, 43,5 я взял. Получается, что прибыль на акцию тоже делим на сайте SmartLab. Взял за 23-й год. Ну, а она примерно, я думаю, будет равна 24-му. Ну, здесь все самое сложное зависит от того, как рассчитать прибыль по итогам года для компании. И получаем, за сколько лет окупаются инвестиции. Если мы возьмем обратный коэффициент, то есть, ПНЕ обычный, да, цена акции делим на прибыль, получаем, сколько лет окупается. Можно, конечно, перевернуть этот коэффициент и прибыль разделить на цену. Получим, сколько компания зарабатывает. То есть, примерно на 25 годовых. Или можно, например, было, вот я тут в Сбербанке показал, здесь получилось 260 цена акции, 70 рублей примерно прибыль будет по итогам года, 3,7 лет окупаемость инвестиций. Можно просто 100 разделить на вот это значение по годам. Получается то же самое ЕНП. Можете пересчитать, пожалуйста. Ну, тут, конечно, тоже важно смотреть на прибыль. Она, возможно, будет больше, тогда цена акции вырастет. А если меньше, то упадет. Ну, и справедливую цену можно рассчитать, как прибыль на акцию по итогам года разделить вот на вот этот коэффициент справедливый. Получается примерно 6200. Ну, сейчас цена акции уже стоит 6600, поэтому все ждут дивидендов от Лукойла около 500 рублей. И как бы уже на 425 рублей заложили. То есть потенциал уже небольшой. Но важно смотреть еще на рентабельность капитала. Это уже следующий уровень. И сколько компания направляет на дивиденды. То есть если Лукойл направляет, например, процентов 60, а Газпром нефть там 75, то, соответственно, цена акции Газпром нефти, конечно, будет выше. Потому что там дивидендная доходность, она подстраивается на рынках. У той же Татнефти тоже процентов 60. Аурус нефти 50. Поэтому и цена акций так же, как у Сбербанка примерно входит. Ну или Сбербанк можно посмотреть. Вот, допустим, 70 рублей заработает компания. Ну, 35 рублей будут дивиденды. Или если здесь мы получаем 27%, делим на 2, 13,5 где-то доходность. Ну, надеюсь, вот такая арифметика вас не затруднит. ММК 10,5 рублей. Ну, можно смотреть, я вот сайт Smart Lab смотрел. Ну и в основном важно рассчитывать тоже самому. Ну вот, прибыль на акцию примерно 70 рублей по итогам 23 года. Ну, Бербанк плюс-минус так же идет. Лукойл 1667. Вот. И ММК получается 10,5. Вот я взял. Ну, здесь было 10,6. То тоже важно смотреть на рентабельность. Потому что чем выше рентабельность, тем дороже акция. Тут же Тинькофф, возьми, там 30% рентабельность. По такому расчету там получится, ну, 1700 может быть. А цена акции стоит 2,300-2,400. Поэтому чем выше рентабельность, тем и выше цена акции. Ну, вот я ROI написал. И так же сколько-либо процентов компания направляет на дивиденды. И получилось, что, допустим, Металурга, ММК, довольно переоцененная. Сейчас цена именно 39. Но из-за того, что у компании большая денежная подушка, НЛМК и Северсталь выплатили, да, ММК нет. Поэтому цена акции сейчас стоит дороже. Сбербанк более-менее справедливо оценен. Все сейчас любят нефтяников. Потому что там хорошая защита от девальвации. Тут тоже зависит от цены на нефть. Хотя, если цена на нефть будет ниже 70 долларов за баррель, то, возможно, будет небольшая девальвация. А может и большая. Поэтому многие покупают сейчас нефтяников. Лакойл, Руснефть, там Сургутнефтегаз, Прев, Татнефть, Газпромнефть и так далее. И у них довольно неплохой буст. В последнее время предошел на 2% прибавка, где-то и 3%. Поэтому вот такую хотел вам показать небольшую табличку. Я, конечно, введу более расширенную таблицу для некоторых компаний, чисто для себя. Но для вас показал, так как для новичков, как компания вообще оценивается покупать. П на Е, Е на П. Ну и справедливую цену рассчитывать. Здесь можно, конечно, брать другие показатели. Я взял, к примеру, 18% годовых, у ФАЗшки трехлетние. И, соответственно, умножил на полтора. Получилась риск премия в акциях. Должны давать 27% и справедливую цену. Но здесь в Лакойле, видимо, уже дивиденды заложили. 6600. Хотя неплохой момент был. Для Лакойла была цена. Вот как раз около 6000. Поэтому вот такие дела. Желаю вам удачных инвестиций. И всего доброго. Следуйте своему плану. Если есть официальный доход, то, конечно, получать вычет с ИС очень неплохо. Потом этими же деньгами пополнять. Но если у вас какая-то цель не долгосрочная, как у меня, а на какой-то период времени, то, конечно, можно покупать и облигации с фиксированным купоном или с флоутера. Тут уж кто что выбирает, кому что ближе. Да и накопительные счета и вклады тоже неплохо смотрятся. Поэтому следуйте своему плану, свои стратегии, горизонту инвестирования. И все будет. Но если не фондовый рынок, то, конечно, самое лучшее это вкладывать в себя, в свой бизнес, в свое дело. Потому что там отдача на капитал будет заметно выше. Ну все. Всех обнял. И всем пока. Удачных инвестиций.